Компания «АвтоСтронг» привозит из Европы и продает отличные БУ-запчасти, а наш суббренд «МотоСтронг» продает прекрасные мотоциклы. Все наши мотоциклы без пробега по СНГ находятся в отличном состоянии и имеют весь комплект документов. Вы можете проводить любые проверки и не разочаруетесь. Также мы поможем с доставкой в Россию. Если вы клиент издалека, то мы сделаем вам подробный видеообзор. Ссылочки и подробности о «МотоСтронг» в описании. В этом видео мы постараемся рассказать все, что думаем о 16-клапанных турбодизелях, вакс-насос с форсунками. Итак, встречаем 2.0 TDI. Напомним, что эти двигатели появились во второй половине 1998 года и имели объем 1.9 литра, то есть стали продолжателем маркетингового семейства 1.9 TDI. В начале 2003 года на автомобилях Audi A3, Volkswagen Touran, а также Volkswagen Golf появился обновленный двигатель с насос с форсунками. Рабочий объем был увеличен до 2 литров, а блок был накрыт новой ГБЦ с двумя распредвалами и 16-ю клапанами. Первый двигатель обозначался AZV и имел мощность 136 лошадиных сил, а затем BKD, мощность 140 лошадиных сил. Добавим, что к концу 2005 года появились 8-клапанные двухлитровые двигатели с насос с форсунками, которые выдавали те же 136 и 140 лошадиных сил. Среди двухлитровых 16-клапанных двигателей с насос с форсунками есть двигатели, которые развивают до 170 лошадиных сил. Эти 170-сильные двигатели также предназначались для поперечной и продольной установки. Сегодня мы будем разбирать 16-клапанный двухлитровый двигатель с насос с форсунками 2.0 TDI с индексом BKD, снятый с Audi A3 2003 года выпуска. Помимо Audi A3 этот двигатель устанавливался на Volkswagen Golf, Turan, Jetta, также на Seat, Alteo, Leon, Toledo, а также на Skoda Superb и Octavia. Выпускался он с 2005 по 2011 год. В его выхлопной системе нет сажевого фильтра. О двигателях 2.0 TDI очень много противоречивой информации. Многие моторы пробежали более полумиллиона километров и продолжают радовать своих владельцев. Но есть еще и другое мнение, которое основано на эксплуатации откровенно заезженных двигателей. Дело в том, что заезженные и плохо обслуживанные моторы оголяют все свои недостатки. Об этом мы сегодня и поговорим. Двигатели 2.0 TDI первые познакомили владельцев автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat с проблемами, которые связаны с прожигом сажевого фильтра. Дело в том, что из-за не частых и коротких поездок сажевый фильтр наглухо забивался, а его принудительный прожиг можно включить только с помощью диагностического ПО. Патрубки от турбокомпрессора до интеркулера имеют ненадежные соединения и частенько стравливают воздух. Владельцы садят эти патрубки на гермет, либо же покупают новые патрубки. Частенько интеркулер тоже теряет герметичность и на это указывает наличие масла во впуске. Ну а сегодня в разборе этого чудо техники нам будет помогать Николай. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Двигатель 2.0 BKD получил более производительный радиатор EGR. Он оснащен заслонкой, которая направляет отработавшие газы либо же напрямую во впуск, либо же в каналы охлаждения. Со временем появляется ошибка по низкому уровню подачи отработавших газов. Тогда придется разбирать радиатор и чистить его. Еще одно слабое место этого узла – привод, переключающий заслонку. Здесь может сломаться шток либо же лопнуть мембрана. Но вся эта конструкция продается от неоригинального производителя, поэтому можно просто заменить. Также еще одно слабое место – это сам охладитель. Он может треснуть, и тогда будет утечка антифриза. Двигатель 2.0 BKD оснащен турбокомпрессором GARA GT 1749VA. Горячая часть турбины является одной частью с выпускным коллектором. Лопатки геометрии управляются вакуумным актуатором, а этим актуатором управляет клапан N75. При любых проблемах с этим клапаном, а также негерметичности в вакуумных трубах возникают проблемы с работой турбокомпрессора. То есть, недодув либо передув причины надо искать в вакуумной системе. При не слишком активной езде на средних либо низких оборотах лопатки геометрии могут подклинивать из-за сажевого нагара. В этом случае придется разбирать турбокомпрессор, чистить лопатки или даже менять на новые. Также в ряде случаев подклинивает шток геометрии из-за собравшегося нагара и сажи. В ряде случаев профилактика помогает решить проблемы с производительностью турбокомпрессора. В нашем случае вал лопнул, обе крыльчатки разбиты. Турбокомпрессор идет на свалку. Клапан EGR на двигателе 2.0 БКД оснащен пневмоприводом. Перед ним стоит заслонка воздушная, которая оснащена сервоприводом. Система EGR очень хорошо мониторится блоком управления. Если EGR на этом моторе не заглушен, то рано или поздно покажется ошибка, которая будет указывать на недостаточный поток отработавших газов. Это происходит из-за сильного загрязнения клапана EGR гуталином из сажи и масла. Также мембрана этого клапана иногда лопается либо же и вовсе растворяется из-за попадания на нее масла. В этом случае надо менять клапан EGR на бэушный, естественно, из автостронга. Либо же глушить клапан EGR, либо развальцовывать вот эту крышку и менять мембрану. Тандемный насос, который состоит из секций подкачки и вакуумного насоса, на двигателях 2.0 БКД 16 клапанов имеет уникальную конструкцию и не подходят к двигателям с 8-клапанной ГБЦ. Но они имеют одинаковую проблему. Раз 6-8 лет надо менять ремкомплект, который состоит из прокладок, сальника, вала и винтов. Как правило, на этом тандемном насосе масло может просачиваться в секцию подкачки топлива. О наличии масла в топливе скажет чернющий топливный фильтр. Также этот насос может подтекать топливом и маслом по своим секциям. Штуцер вакуумной трубки в этом насосе сделан добротно. Он посажен на резьбу, а не завальцован. Поэтому утечка вакуума здесь практически невозможна. Также со временем изнашивается секция подкачки. Для проверки секции подкачки надо использовать манометр, то есть подключить его вот сюда. Давление должно быть в секции подкачки 10,5 бар при 4000 оборотах в минуту. Традиционно на двигателях с насос форсунками в приводе ГРМ используется более широкий зубчатый ремень. Также шкив коленвала установлен на шейке вот на этом полумесяце. Бывает, что полумесяц срывает, шкив проскальзывает и тогда поршни встречаются с клапанами. При каждой замене ремня ГРМ очень важно снять шкив, осмотреть полумесяц и при необходимости заменить. Менять ремень ГРМ надо каждые 120 тысяч километров. А болт шкива коленвала надо затягивать с правильным усилением. В клапанную крышку встроен мембранный клапан системы вентиляции картерных газов, которые регулируют давление в картере. При больших пробегах есть необходимость его снять и почистить. На его загрязнение указывает повышенное давление в картере и выдавливание масла через сальники двигателя. Но это крайний случай. Перед этим нарушается слив масла из картриджа турбины. Поэтому турбина выдавливает масло во впуск и выпуск. Одним словом, если мембранный клапан никогда не подвергался чистке, то стоит его снять и почистить. И не лишним будет заменить ту самую мембрану. Оригинала никогда в продаже не было, но есть заменители. Электропроводка к насосу с форсунком под клапанной крышкой нередко оголяется из-за рассыхания изоляции. Возникают ошибки, указывающие на неисправность либо же обрыв электрической цепи. В этом случае надо осмотреть проводку, устранить замыкание. А если с проводкой всё в порядке, то надо поджать пины форсунок. Есть еще вариант заменить проводку полностью. С двигателя, который мы разбираем, насос форсунки сняты и, скорее всего, проданы. Но на нашем складе мы, естественно, нашли несколько насос-форсунок. Для наглядности, вот это насос-форсунка с 8-клапанного двигателя. Мы вам такие не раз показывали с креплением одним винтом. А вот эта форсунка конкретно с нашего двигателя. Она крепится двумя винтами. Вот это усовершенствованное крепление предотвращает износ гнезд насос-форсунок на 16-клапанных двигателях, а также предотвращает разгремитизацию каналов подачи и слива топлива. Но, тем не менее, раз в 200 тысяч придется поменять вот эти уплотнительные кольца. Насос-форсунки имеют приличный ресурс. Проблемы в топливной системе с такими симптомами как неровная работа двигателя, а также чрезмерная топливная коррекция обычно обусловлены негерметичностью каналов подачи и слива топлива. При этой проблеме увеличивается скорость холостого хода, а также увеличивается расход топлива на холостом ходу с 700 грамм топлива до 1,2 литра. Жесткая и неровная работа двигателя обусловлена проблемой с подачей топлива. Либо давление низкое, либо в топливе присутствуют пузырьки газа. Состояние насос-форсунок лучше всего и проще всего оценить с помощью диагностического ПО. Во-первых, коррекции должны приближаться к нулю. Если коррекция положительная, то это говорит о забитом либо изношенном распылителе. Если коррекция отрицательная, то это говорит о недостаточной скорости срабатывания клапанного узла. Вообще, коррекции могут отличаться от нормы из-за падения компрессии в цилиндрах, а также из-за неправильного преднатяга насос-форсунок. С помощью диагностического ПО можно увидеть скорость срабатывания электромагнитного клапана. Если клапан срабатывает долго, то тогда насос-форсунка неизлечима. Также может возникнуть обрыв обмотки насос-форсунки. Тогда появляется соответствующая ошибка, указывающая на обрыв обмотки, а диагностика покажет замыкание на корпус. При этом форсунка перестанет функционировать. Добавим, что 16-клапанные двигатели 2.0 TDI с насос-форсунками мощностью от 120 л.с. до 140 для Passat и мощностью 163 и 170 л.с. для других моделей VAG оснащены пьезофорсунками Siemens. В пьезоэлектрических насос-форсунках уменьшен диаметр плунжера, а соленоид управляющего клапана заменен на пьезоэлемент. Пьезоэлектрический насос-форсунки быстрее, а диапазон давления впрыска топлива шире от 130 бар до 2200 бар. Проблемы у пьезоэлектрических насос-форсунок и их ремонт аналогичны электромагнитным форсункам. После установки насос-форсунок надо произвести регулировку преднатяга. Для этого, вращая распредвал, надо установить кулачок, приводящий коромысла в верхнее положение. Затем отпустить контргайку, зажать винт до упора, затем обратно на 180 градусов и зажать контргайку. Эта процедура производится для каждой насос-форсунки и помогает устранить ряд неполадок в их работе. 16-клапанные двигатели с насос-форсунками не имеют проблемы с износом кулачков, как и их одновальные собратья. А теперь о состоянии. Мы видим чернющее масло, но это нормально для дизельных двигателей. На кулачках мы видим поверхностный износ. 16-клапанные двигатели отметились трещинами в ГБЦ. На каждой ГБЦ справа, под топливными линиями есть номер. Если в конце номера есть буква «А» либо «Нет», то это ранний вариант. Но производитель вовремя заметил проблему и заменил ГБЦ на усиленный. Поэтому если в этом номере в конце будет «Б» или «С», то это усиленный ГБЦ. Вариант с буквой «Б» самый прочный. Если говорить о состоянии этой ГБЦ, то визуально все хорошо. С чугунным блоком двигателя с насос-форсунками ничего плохого не случается. Разве что при больших пробегах и при плохом обслуживании стирается «Хон», как и в нашем случае. На 140-сильном двигателе с насос-форсунками «БКД» маслонасос приводится к короткой цепи от коленвала. Этот привод и маслонасос работают безупречно по полмиллиона километров. Также такой привод используется в 163-сильном и 170-сильном двигателе 2.0 TDI с насос-форсунками, которые устанавливали на Audi A3, Golf, Turan и Octavia. Для большинства двигателей 2.0 TDI для поперечной установки и продольном 8-клапанном двигателе, который устанавливали на Alhambra и Charan, используется модуль балансирных валов со встроенным маслонасосом. С этим модулем связаны две поломки. Во-первых, на ранних двигателях 2.0 TDI для Volkswagen, Passat, Audi A4 и A6 балансирные валы и маслонасос приводились вот такой цепью. Натяжитель цепи рассыпался, цепь теряла натяжение, балансирные валы переставали вращаться, а маслонасос переставал работать, а зубья вот этой шестерни стачивались в ноль. Такую проблему мы очень подробно разобрали в одной из наших разборок. Кому интересно, кликайте по ссылочке и смотрите. В процессе концерн Volkswagen отказался от такого привода и начал использовать вот такой шестеренчатый. Во-вторых, в модуле балансирных валов изнашивается шестигранный вал, который приводит маслонасос. Из-за этой откровенно дешевой и неудачной детали, у которой стираются грани, перестает функционировать маслонасос. Производитель заменил этот шестигранный вал, у которого длина была первоначально 77 миллиметров, на улучшенный, который тоже был длиной 77 миллиметров. А уже в более новых двигателях 2.0 TDI используется вал длиной 100 миллиметров. Ну и по традиции мы расскажем, какое же масло подойдет к этому двигателю. А к данному мотору подойдет масло ELF Evolution Fulltage LLX с вязкостью 5W-30. Выгодно его приобрести. Со скидкой 10% вы можете у нашего партнера, компании ArmTech. Просто назовите промокод STRONG. При заказе скидка действует не только на масло, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов ArmTech. Кстати, ArmTech является единственным официальным дистрибьютором моторных масел ELF в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. А теперь о состоянии. Видим небольшие потертости и задиры на коренных вкладышах. На шатунных вкладышах видим небольшой износ. Все поршневые кольца подвижны и небольшой нагар на жаровом поясе. Коленвал выглядит хорошо. Стоит отметить, что на двигателях 2.0 TDI случались немногочисленные поломки коленвала. Это случалось и на очень ухоженных двигателях. То есть проблем со смазкой не было, вкладыши не изнашивались, но колено по неизвестным причинам ломалось. На верхних коренных вкладышах мы видим глубокие борозды. Кому интересно, в блоке есть маслофорсунки. Разборка закончена. Сегодня мы провели полный гайд по проблемам 16-клапанных двигателей с насос-форсунками. В нашем плейлисте есть несколько отличных разборок 8-клапанных двигателей. В целом же двигатель противоречив. Да, можно сказать, что он надежен, но если проблемы возникают, то их возникает много и они дорогие. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда было есть и будет компания «АвтоСтронг».